Итак, дорогие друзья, продолжаем следующую нашу методику работы мануального массажа со спиной. То есть мы сейчас размяли, разотерли, разогрели как следует, трёхку тканью увеличили, покраснение достаточно, у человека это всё хорошо, мы его об этом предупредили, что ему уже хорошо, всё рассказали. Это и к тому, что надо всё-таки иногда общаться с человеком и как-то позитивно его заряжать. Далее переходим к более глубоким проработкам мышечной структуры, да, и мы будем использовать, соответственно, для этого уже наши и тонкие пальчики, да, входить в определенные точки и все части руки. Ещё раз просто повторюсь, это у нас и кулаки, да, мы можем вот так вот ввести вот этой плоскостью, да, и вот этими костяшками. Этими, да, и вот этими костяшками, и вот этими костяшками, это вот я называю приём лапа леопарда. Мы для неё должны согнуть пальцы так, чтобы они касались наших подушечек, да, то есть мы бережём так свои пальцы, и получается лапа, ну, большой пальцем ставим подальше, пошире. Лапа как у кошачьих, да, вот они убрали свои коготки и дальше начинают вот так вот проминать, так и мы будем сейчас. Но мы будем достаточно больно, острее это делать, да. Ну, просто сейчас ещё покажу, чем мы будем работать. Нижней частью ладони, да, вот это там, где запясть находится, вот этой частью, вот этим большим пальцем, да, вот этой косточкой, вот этой вот косточкой, да, будем прорабатывать. Ну, в общем-то, чем угодно, вот этой частью, да, сами пальчиками сейчас будем ещё такие точечные техники проходить. Ну, и, естественно, всем предплечьем сейчас начнём работать, да, вплоть до того, что локтём. Ну, про логость, ладно, это я потом расскажу. Начинаем, значит, смотрите, всё это проделали, подготовили, да, и теперь переходим к такому, вот эту лапу леопарда формируем, да, и хаотично, хаотично разминаем уже так глубоко, стараемся побольше захватить, и такая вот щипковая, техника, да, вот видите, вот мы как бы щипаем, пытаемся оттянуть как можно больше кусок плоти, как будто бы леопард поймал свою жертву и хочет её порвать на куски. Так, мы рвём, 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 с таким злоростом, с ажиотажем, да, при этом опять же стараемся все движения вести снизу вверх, доходим до вот этой мышцы, трапециевидной, да, и её активно так вот ещё прорабатываем, при этом устанавливая вторую руку напротив, и вот эта лопаточка, да, вот этот треугольник, мы стараемся его теперь приподнять, оторвать от стола, да, вот сколько у нас получится, вот, точек, допустим, против друга захвата, точек захвата, да, раз, два, три, ну, может быть, сколько-то вот четыре, раз, два, три захватили, да, и вот вместе с рукой четыре, два раза так, три раза так прошлись, да, опять такая вот медвежья охватка, да, опять большие куски плоти, отрываем от костей и идём вот к такому движению, когда заворачиваем кулачки вот так и работаем вот этими уже костяшками, ими можно по-всякому тоже работать, и вдоль, но если вы с обеих сторон, да, то вы с обеих сторон работаете, в данном случае мы только сейчас с половиной спины работаем, значит, смотрите, делаем упор, видите, чем я выдавился, да, там, где вот отделяется, подвздошный уход, да, и вот крестец, вот, там есть, они разделяются, прямо вдавился со всей силой, второй рукой сделал напор побольше, и прохожу опять вибрации, раскачиваю тело, вот так вот, до самого верха, захватывая вот эту мышцу, и обратно так, так можно пройтись несколько раз, медленно выдавливаясь, да, по всей поверхности, ниже, ниже, вот, до боковой части. А для этого должны быть специально натренированные пальцы, да, то есть, ну, как бы, то есть, тогда массажист должен делать какую-то гимнастику для пальцев? В принципе, да, вопрос правильный, есть специальная гимнастика для пальцев и для массажистов, да, мы разрабатываем ручки, но, в данном случае, мы используем целиком кулак, это наиболее безопасная техника, то есть, кулак, он сформирован так, что, вот видите, все пальцы защищают сами себя, другие, как в боевых, да, как в боевых, да, искусствах, причем этот палец прижимается вот так же, да, то есть, такой кулак, в принципе, это не боевое искусство, можно, ну, так вот пальцы, да, должны быть зажаты полностью, все пальцы соединены плотно и этот палец большой прижат, вот, ну, в принципе, это не боевое искусство, поэтому палец иногда мы делаем вот так, иногда вот так, даже им помогаем некоторые движения делать, да, это в процессе смотрим, а чтобы не повредить запястье, да, я иногда хватаюсь и утяжеление делаю за запястье, то есть, как предохранитель такой, как вот эти напульсники, там, да, вот они как-то надевают, да, вот я беру за запястье и им-то давлю, чтобы беречь свои руки, вместо травмы проходим и продолжаем дальше опять с усилиями, вот здесь просто как бы так слегка коснулись и пошли дальше, следующий прием, когда мы, ну, вот они, смотрите, какие есть, просто сразу все покажу, да, вот мы можем рисовать тельняшку на теле человека, видите, полосы остаются, как бы покрываем его всего полосками, полосками такими, да, рисуют тигра или тельняшечку такую, да, на теле, далее можем пройтись, если мягче, хотим, хотим работать, да, не этими костяшками, а всей вот этой поверхности, плоскостью, вот точно так же, да. То есть это более мягкий, да, стиль? Да, это более мягкий, да, он просто шире, соответственно, воздействие идет, и можно и как с обеих сторон делать, так и с одной, это движение я называю утюжки, разберем вот так вот и позвоночник, и утюжим, 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 можно и вбок вот так вот уйти, да, и опять же, вот этот тельняшку рисуем уже, видите, без таких явных полос, помягче. Далее, ну, вот этими косточками тоже, пожалуйста, можно, если вы хотите, берите свои пальцы, да, ну, или там, чтобы потянули, да, берете вот этими косточками, прямо вот ими впиваетесь, и продавливаете его эта сторона кулака, соответственно, видите, я его развернул, вот так. Тоже не запрещается. Ну, для начала нам вот этого уже достаточно, видите, уже какое здоровое покраснение пошло. Поэтому делаем следующий прием, помните, я вам говорил, что тут мышцы некоторые, как бы, спазмированные, некоторые наползают на позвоночник, да? Наша задача всех отвести туда подальше от позвоночника и заодно и убрать лимфу, туда вот в подвздошные кости, под лопатку, ой, под мышку. Поэтому мы что делаем? Вот такие вращательные движения. Научитесь их делать, да? Только разница в том, что обоими руками вы должны делать снизу вверх, снизу отключиваете. Вот видите? Проспрощают снизу вверх. То есть декомпрессию мы продолжаем делать снизу вверх, проходя вдоль всего тела, да? И каждый вот этот сегмент позвоночника, который вот так вот открываем. Вот так вот прорабатываю его. При этом, видите, у меня работают плечи. Я опять берегу свои руки, я могу всем плечом надавить. Даже вот на носочки подняться. Если у вас особенно большой грузный человек, вот такого объема, да, вот так вот, как вы помните, вставайте на носочки, то старайтесь всем плечом, всем корпусом на нем давить. Вот. Но, опять же, хитрость в том заключается, что я это одно движение совмещаю со вторым движением. То есть ускоряя наш процесс. Одной рукой мы делаем вот такую, такую разводку, да? А второй рукой как бы рисуем тельняшку. В итоге получается, как будто бы, смотрите, мы открыли шлюз, замок сняли, его допустили, да? Открыли шлюз, пустили воду, открыли шлюз, пустили воду сюда, открыли, пустили, открыли, пустили. Вот одновременно. А, вот вы как-то говорили по поводу того, что, да, тело там подсознание, да, что, ну, существует определенная там скорость доверия. Успевает ли при вот этом адаптироваться вот тело пациента вот под ваши движения? То есть... Очень глубокий вопрос. Ну, в принципе, все адаптаться мы уже до этого сделали. А, ты... Уже успевает, да. Он уже все... Он уже отдался, да? Спокойно, да? Ну, не больно? Нет. В принципе, да, вопрос правильно, потому что каждый раз можно корректировать, вот что, опять же, важно, можно корректировать свои движения, спрашивая просто пациента, да? А вам вот в этом месте нормально, не больно? Нет? Помните, вот, мою технику про одобряющие фразы? Ободряющие, ободряющие фразы. Тут я тоже называю ободряющие фразы такие. Если я понимаю, что где-то там действительно зажато, да, вот тут бывают мышцы, и надо их глубоко проработать, ну, просто необходимо. Я предупреждаю, терпите. Терпите. Потому что иначе не будет терапевтического эффекта. Ведь терпение и терапия – однокоренные слова, правильно? Да. Вот видите, он сам ответил, что однокоренные слова. Хотя, конечно, это не так. Это шутка такая. Вот. Или я предупреждаю, что, ну, если прямо кричит человек, да, или вольно, ну, я, соответственно, в этом месте делаю легче. Или говорю, давайте в первый раз мы, то есть я ему сам уже предлагаю, давайте вы у меня только в первый или второй раз пришли, да, я вам сейчас сделаю в щадящем режиме. Ну, соответственно, легче все это делаем сам, да. А потом потихонечку мы дойдем до того, до той жесткости, которая вам необходима. Хорошо? Хорошо. Вот. Человек сам соглашается. Хорошо. Ну, кто будет против такого гуманного предложения? Пыток, да. Против гуманных пыток. Кто возразит? Ну, и так далее. Вот опять же просто на видео запишу то, что я вам говорил, ободряющие фразы по поводу вот этого покраснения. Видите? Здесь оно есть, а здесь еще нету, да. И поэтому, ну, вообще вот видно, да, видите, там, цвет у кожи, да, получился розовый, приятный. Поэтому я всегда говорю, вот, я вас поздравляю, молодой человек, вы приобрели здоровый румянец на пол спины. Как же это здорово, как же это хорошо. Вот такой, ха-ха-ха, да-да-да, приятно, прикольно. И дальше я продолжаю работать, да, я работаю, и при этом приговариваю еще. Вот, видите, это хорошо. Почему? Это очень хороший позитивный результат. Потому что трофика ткани у вас увеличилась. Тургер кожи нормальный. Кровообращение отличное. Питание тканей великолепное. Вы видите, сколько я позитивных эпидемий в его подсознание внедряю. Как говорил Гагарин, полет первые пять минут нормально. Да? Вот. И потом, когда я перехожу на те же самые приемы с обратной стороны, да, уже смазал маслом, я опять же ободряющую фразу продолжаю. А теперь мы сделаем здоровый румянец вам с другой стороны. И тут, как художник художнику, как дизайнер дизайнеру, должен вам сказать, что главное попасть в колор. Ну, действительно, чтобы она была не, эта половинка не бордовая, не синяя, не какая-нибудь там еще, да, а было ровного такого, просящего, розового оттенка. Вот. Ну, вы, в принципе, можете одновременно с обеими, с ноженами работать, да? Просто я демонстрирую здесь. Так. Вот так вот прошлись, да? И заканчиваем работу с кулачками на данном участке спины. Ну, то же самое можно с ягодицами, просто мы ягодицы отдельно сейчас запишем. Заканчиваем тем, что опять формулируем лапу леопарда, только уже с утяжелением, да, вот на пальчик я давлю второй рукой. И быстро, энергично я так раз, 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 покрываю все его тело нужным слоем красно-розовой краски. Ой, вы знаете, у вас спина цвета одного, с нашим красным знаменем цвета одного. Все. И завершаем мы тем, что переходим дальше к работе с локтями. Начинаем входить в него локтем, да, и потихонечку переходим на локтевую технику. Об этом я вам расскажу в следующем видеоуроке. А пока давайте потенцируемся на практике проработать вторую часть спины. Так что ваш ход, господа.